Российские правозащитники получили еще один архив видеозаписей пыток заключенных в колониях. Проект «ГУЛАГУ.НЕТ» напомнено, минувшей неделе приступил к публикации вывезенных за границу материалов, которые подтверждают факты многочисленных издевательств в тюрьмах и других учреждениях службы исполнения наказаний. Записи с камер наблюдения и служебных видеорегистраторов сделаны в колониях и тюремных больницах Саратовской, Владимирской, Иркутской областей, Камчатки и других регионов России. Заключенных там избивали, связывали, насиловали швабрами и не только. Следственный комитет после публикации видео возбудил несколько уголовных дел. Сообщалось об увольнении главы Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области, нескольких его подчиненных, а избравшийся от региона спикер Госдумы Володин сказал, что шокирован был пытками. В Кремле тем временем заявили, что если подлинность материалов подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства. Сможет ли ускорить это самое разбирательство и публикация новых свидетельств преступлений в российских тюрьмах, обсудим прямо сейчас. К нашему эфиру присоединяется основатель правозащитного проекта «ГУЛАГУ.нет» Владимир Осечкин. Владимир, я вас приветствую, спасибо, что вы с нами. Еще одна часть видеоархива пыток, о которой вы упомянули в интервью моему коллеге Александру Плющеву. Что собой представляет, насколько это объемный массив данных, в каких регионах сняты материалы. Предыдущий архив, я так понимаю, 40 гигабайт почти. Что на этот раз? Здравствуйте и добрый вечер, уважаемые зрители. Да, действительно, могу подтвердить, что сейчас уже все скачано и находится в стадии обработки. Экспертами нашего комитета против коррупции пыток «ГУЛАГУ.нет». Действительно, 35,5 гигабайт информации. Это еще по нашим подсчетам, как минимум, еще новых 9 конкретных эпизодов совершения тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе изнасилований в извращенной форме, пыток и истязаний, которые были зафиксированы на служебные видеорегистраторы. Что в этом нового и что нас именно в этих видео удивило, хотя, казалось бы, уже нечему удивляться после всего этого шока, в котором пребывает практически весь мир, наблюдая эти страшные кадры, это то, что на этих кадрах мы видим, как несколько разных человек, разных жертв находятся в наручниках. То есть, если на первых видео мы видели, как вот эти активисты-капоразработчики связывают с помощью подручных веревок своих жертв, привязывают к кровати, бьют, пытают и насилуют, и у сотрудников СИН был какой-то элементарный шанс переложить полностью всю ответственность на вот этих вот активистов-разработчиков, то теперь мы точно видим, что пострадавшие закованы в наручники, то есть, в наручники, чтобы было понятно, это спецсредства, и к ним имеют доступ только ограниченное количество должностных лиц ОТБ-1 и любого другого учреждения УФСИН. То есть, понятно, что здесь в данном случае жертв заковывали в наручники именно сотрудники ФСИН, которые передавали в последующем человека, находящегося в заведомо беспомощном положении с наручниками, закованными сзади, вот этим страшным садистам. И плюс еще несколько таких последних цифр, новостей, которые пришли сейчас к нам из Саратова, из наших источников. Сотрудники ФСИН России, Следственного комитета России, сейчас опрашивают заключенных не только в ОТБ-1, но и в других учреждениях УФСИН по Саратовскому региону, и уже более ста человек из разных колоний Саратовского УФСИН заявили проверяющим, подали заявление, сообщили о том, что они также в ОТБ-1 этапировались, где подвергались пыткам и изнасилованиям. И также следователи ГСО СК России проводят следственные действия в ОТБ-1, это, по сути, главное пыточное положение Южного федерального округа, и 30 заключенных, которые находятся в Саратовской ОТБ-1, также подали заявление и рассказали, что подвергались в течение последнего года насильственным действиям в возвращенной форме. И что бы хотелось еще отметить, то есть, с одной стороны, как бы идет действительно такое большое уже официальное расследование, можно сказать, что уже больше ста человек, которые проходили через эти страшные пытки, теперь, понимая, что идет общемировая огласка, и есть целый ряд возбужденных уголовных дел, и есть шанс добиться все-таки восстановления своих нарушенных прав, и как минимум добиться справедливого наказания в отношении виновных, тем не менее, пока нам известно, что сотрудники Центрального аппарата ВСИН почему-то стараются опрашивать только заключенных по событиям 2020 и 2021 года, именно по этим фактам, при том, что, как мы знаем, как минимум с 2013 года функционировал этот пыточный конвейер, и сейчас в архивах мы будем особенно отсматривать тщательно те события, которые происходили в 2018-2019 году, с тем, чтобы следственные органы и Центральный аппарат ВСИН России проводили проверку и по этим фактам. И также вот буквально полчаса назад член СПЧ, член Президиума СПЧ, это Совет Препрезиденте по правам человека, мой бывший коллега по рабочей группе по защите правозаключенных при Государственной Думе, правозащитник Андрей Бабушкин, сообщил, что буквально сегодня с ним встречалось руководство Минюста и ВСИН, завтра он вылетает в один из регионов, где тоже есть сообщение о пыточном конвейере, и министр юстиции сегодня в присутствии генерала ВСИН сказал, что это полный кошмар и, в общем, изобразил какое-то удивление, будто бы руководство ВСИН и Минюста не знали, что на самом деле происходит в их учреждениях. Более того, один из заместителей директора ВСИН даже попросил Андрея Владимировича Бабушкина слетать в этот регион, провести проверку и сообщить ему альтернативную точку зрения, потому что очевидно, что руководство ВСИН России до конца не доверяет своему собственному персоналу, своим подчиненным и понимает, что в целом ряде регионов, как минимум, от них это утаивали. Либо, возможно, это такая линия защиты с тем, чтобы минимизировать ответственность генералитета ВСИН и ФСБ вот от этого пыточного конвейера. Что ж, тем любопытнее, конечно, наблюдать за реакцией властей на происходящее. Мы продолжим следить вместе с Владимиром Осечкиным, основателем проекта «ГУЛАГУ.нет». Он был в прямом эфире «Артвия» и говорили об этом новом массиве видеоматериалов, доказывающих факты многочисленных пыток в российских тюрьмах и колониях. Напомню, ждем вновь какой-то реакции российских властей и, безусловно, уголовного преследования ответственных за эти зверства. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!